Власти столицы Камчатки решили пойти навстречу горожанам и разрешить им ловить рыбу в городской черте. Давайте познакомимся с постановлением Комиссии по благоустройству города Петропавловска. Весь берег от Мишенной горы с включением Ковша до Соловарки оставить свободными для ловли рыбы исключительно гражданам города Петропавловска для собственной надобности и продажи излишка скупщикам, крупным же рыбопромышленникам с целью эксплуатации. Лов рыбы в указанном месте воспрещается. Вот такое вот постановление Комиссии по благоустройству подписал председатель Комиссии Сычев. Гастарбайтеров сейчас на территории Петропавловска много, начиная с гастарбайтеров в краевой исполнительной власти и кончая многочисленными строителями, водителями и прочими мошенниками из чужих стран Южного подбрюшья России. О них тоже говорится уже в другом постановлении, в котором, впрочем, процитирую, всем иностранным подданным, живущим в Петропавловске, воспретить лов всякой рыбы крупной и мелкой неводами и сетками. Разрешается иностранным подданным для собственного пропитания лов рыбы мелкими орудиями в ковше Иовачинской бухте с очками, крючками, мелкими накидными сетками. Вот так вот петропавловские власти пошли навстречу людям. Что вы говорите? Старая газета? Ах, да, совершенно верно. Это я взял в руки газету «Камчатский листок» 1917 года. Ну что ж, все равно неплохо. Хотелось бы, чтобы и сегодня такие постановления действовали. Да, кстати, привет. Это «Камчатка» с Александром Петровым. Сегодня 23-й день мая, а вчера, в 22-й день мая, я побывал в соседнем городе Елизавета. Вы хоть раз видели, как моют тротуары? Нет? Давайте я вам покажу. Посмотрите, вот так вот моют тротуары в Елизавете. «Камчатка» «Камчатка» «Камчатка», 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 bowling. «Камчатка», «Камчатка», «Камчатки», « Kesky» «Камчатка», «Болеек». какую, Tage parents, «Двл. Продолжение следует... Что культуртреггерам быть легко и приятно, вы уже от меня знаете. Потому что в то время, как пролы грязными руками крутят гайки на тех многочисленных, да, очень многочисленных, особенно на Камчатке, в заводах, которые не закрылись во время режима так называемой самоизоляции, то есть в то время, когда власти вгоняют русский народ в концлагерь, в то время я, как культуртреггер, сижу дома в уютном кресле и читаю хорошие стихи. Вот это вот литературно-философский журнал русской христианской культуры «Выбор», который выходил в советские годы подпольно, нелегально. И лишь на излёте советских лет в свет вышел один типографский номер, который удалось напечатать в Прибалтике, наверное, году в 89-м или 90-м. Наконец-то вы узнали правду. «Выбор» – это журнал уникальный. Уникальный тем, что его составляли. Его готовили те люди, которые не принимали большевистской строй, и которые были не картавыми лейбералами, а христианами. Мне так повезло, что я познакомился с этим журналом ещё в ранней юности. И несколько номеров, которые печатались на машинке потом посредством светокопии, тиражировались очень небольшим количеством. Несколько номеров попали в мои руки. Сегодня я почитаю вам Юрия Кублановского, со стихами которого я познакомился ещё в отрочестве, когда одна из его публикаций в журнале «Грани» попалась мне на глаза. А вот это вот четвёртый номер журнала «Выбор». Ещё машинописный, в самодельном, но очень качественном переплёте. Триптих, стихотворный триптих, Феодора, Юрия Кублановской. Феодора – это жена византийского императора Юстиниана. Она в 565 году погибла вместе с ним. Итак, Юрий Кублановской, триптих, Феодора. Сумрачных скал замес с доступом лишь глазам, Вырос наперерез падающим волнам. Мечется мышь летучая, падая и паря, С каждым витком живучая около фонаря. Веки с сурьмой отмытую на ночь с трудом смежу, Словно сама убитая раньше тебя лежу. От роду двоединая цельная ипостась, Агнец и царь, Чья львиная грива с руном сплелась, Ангела и Якова в схлёсте одежд с крылом, Райской моллюск, Чьих раковин не расцепить ножом. Скоро, опившись с молоду уксусу с жемчугом, Что показался с голоду следника молоком, В спешке зальют нас жертвенной нашей же кровью. Но в опочивальне мертвенной Слышится мне одно грозное твой зов, Нужна мне и по сейчас люба. Ящерица на камне тоже твоя раба Для твоего зверинца. О, отцыди, родной из царственного мизинца, Капельку голубой мне на причастие. В пору, если не поздно, Знать из поставца, Про сфору и копьецо достать. О, цвет на ус русеющий, Возле щеки в поту, Грозно с лампады, Тлеющей, падая в пустоту, Меркнет от взгляда ль встречного, Чернь ли взяла дворец, Или зовут бубенщики щиплющих терн, Овец нас отливать на клиросе. Пойманных голубей Наши тела при выносе Будут не тяжелей. Пасмурный ослик на лбу С золотым пятном. Серая зеленая роща олив кругом, Грозен, незаменим в одеяниях, Продубленных солью, Выводил Серафим наш баркас, Не сверяясь с буссолью, Между рифов и стьмы, Обминуй рыбацкие вешки, Словно не были мы кровью Жертвенной, залиты в спешке. Но от утра того, Тамариска среди голубого, Когда ты своего за моим Погонял ретевого осыпною тропой И кремнистым потом бездорожьем, Наши души с тобой обитали В честилище божьем. В полусвете олив, Что приземистый и величавый, Грешный, нетерпелив, Раскатал ты кашму для забавы. Быть рабыней твоей Я училась тогда у хозяек, Чутко дремлющих змей, Рыб летучих, дрейфующих чаек. Похотливо слепа, По рецепту крамол, С мятежами приступила толпа К нашим праздничным горлам С ножами. Перед меньшим из зол, Правой гибелью, Бегство нелепо. Ибо что же престол, Как ни крест, Опрокинутый в небо, И в сеченье луча Столь же видимо, Сколь и незримо, Ветер валка Качал у причала Баркас Серафима. Каменный жёлоб И льдистым жгутом вода В руки бежит, Мои тёмные, от труда. С лепнями облепленный мул На пепельном зное Уснул в виду Византийских останков, Как будто из них И воскрес, Минуя оливковый лес, Дуплиста, Ощеренный с флангов, И веками полуприкрыт. Фарфор мудрённых орбит, Кремнистые зелёные горы Уже выцветают окрест, И слышат прибой И протест Царицы своей, Феодоры, Когда осаждает толпа покой, За которым тропа, Забущая в путь без поклажи, С топою её не ищи. Пурпурные наши плащи, Достойные саваны наши, И сам пантократор Христос, Копной окаймлённый волос, С мужицкою кожей тёмной, У круто замешанных глаз, Закланных и царственных, Нас ждёт в купольной выси огромной. Похлопает издалека Пришедшего мула рука Гонца-невидимки, Изноя края, Как рыб чешуя В минуту поимки. Бесстрашно вглядись В бездонную ввысь, И недра фавора Во тьму и огни Она и они Твои. Феодора. Это был Юрий Кублановский. Красиво, эстетично. Теперь, как вы уже привыкли, Ставьте лайки. Если вам нравится Слушать хорошие стихи Из моих уст. А если не нравится, Читайте Осадова И Полоскову И ставьте дизлайки. Обязательно пишите комментарии. Мне интересно Какие мысли Вызывают У вас мои ролики. Ежели вы впервые На моем канале, То сейчас В правом нижнем углу экрана Появится подсказка, Выполнив рекомендации, Которой вы Не будете пропускать Новые ролики на канале. Вот эта подсказка. Делайте то, Что она вам советует. Сделали? Замечательно. Аплодирую вам. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова